Так говорят, я тоже прочитал в прессе, я тут же позвонил в наш исполком, спросил, что такое решение принято. Они говорят, нет, мы просто обсуждаем на сегодняшний день. Вообще много по этому поводу сегодня разговоров, особенно вот в случаях, когда идет действующий глава. Ну ясно, что он имеет определенное уже сразу же преимущество. Да, праймерис, который по выбору депутатов показал о том, что вообще сам праймерис, он законодательно нигде не прописан. У нас нету требований и ограничений по праймерис. И на сегодняшний день огромное количество фальсификаций и нарушений идет. Ну то есть вот подвоз, это хорошо или нет? Мы понимаем, что нехорошо, но нарушений закона никакого нету на сегодняшний день. Вот нету нарушений закона. Если, скажем, члены избирательной комиссии в этих бюллетнях проставят кому-то плюсики и прочее, это будет нарушение? Нет. Это не является нарушением никаким. Ни по уставу партии, ни по закону и прочее. И все поняли о том, что вот есть некая недоработка сегодня. И кто побеждает? Вот в субъектах, где прошли праймерис и вот на Государственную Думу, работали, конечно же, деньги. Очень большое. То есть если у тебя есть деньги, ты можешь организовать подвоз, скупку голосов, раздачу там водки, продуктов и прочее. Это все законно. Это все законно. Тогда возникает. А что такое открытый праймерис? Тогда это конкуренция кошельков. Всего лишь навсего. Больше ничего. Но это не воля излияния какой-то группы, тем более партийной. Почему все пошли на закрытые? Потому что партия должна тогда среди своих членов определить, кого она выдвигает. Ну, во всяком случае, мы же видим, в Америке проходит, там нету таких вот открытых. Там партийное голосование. Поэтому давайте учиться тех, кто уже очень давно занимается этим делом. У нас не принято обсуждать также очень бурный прогресс. Продолжение следует.